приветствую наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 6 февраля поговорим о церковном празднике поговорим о народном празднике а также поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать 6 февраля это друзья давайте далее все более подробно в этом видео 6 февраля в православной церкви вспоминают двух блаженных женщин имена которых стали символами благочестия и самоотречения этот день посвящен памяти блаженной ксении петербургской которая жила в 18 веке и преподобной ксении милаской которая жила в пятом веке народном календаре этот день также известен как аксиньин день и он трактуется как время посвященное семейным ценностям и заботам о доме теперь давайте далее все более подробно итак друзья как мы уже сказали сегодня в церковном календаре вспоминают двух выдающихся святых женщин имена которых стали символами благочестия и любви ближнему это блаженная ксения петербургская и преподобная ксения римлыня ниня также известно как евсения давайте ближе рассмотрим их светлой жизни и наставления итак преподобная ксении ксения римля ныне дочь знаменитого римского сенатора евсевия решила посвятить свою жизнь служению богу она осталась девственницей из двумя рабынями отправилась в паломничество приехав в александрии они скрыли свою благородную деятельность под видом обычных странниц и присоединились к обители апостола андрея в милосе здесь ксения приобрела землю на которой возвела церковь и организовала женский монастырь ее жизнь была посвящена молитве благотворительности и служению нуждающимся скончалась во второй половине 5 века сопровождаемо чудесами в момент кончины а вот блаженная ксения петербургская родилась в 1732 году пережила глубокую утрату овдовев очень рано в 26 лет она отдала свое имущество бедным и оставив дом стала странствовать принимая имя своего умершего супруга андрея федоровича ее жизнь была примером самоотречения ее родства ксения петербургская скиталась среди бедняков проводила ночи в молитве в поле где занималась самораспеванием ее благочестивость заслужила уважение петербургцев которые ласково называли ее ксеньюшка после смерти и моего стала местом благодатных чудес и помощи верующим обе святые ксении оставили свое наследие благочестия милосердие и служение ближним их жизни служит примером самоотречения смирения и верности богу верующий до сих пор обращаются к ним за помощью в различных аспектах жизни от замужества до исцеления их светлой жизни напоминают о вечных ценностях христианства и о том каким образом каждый человек может служить богу и ближним независимо от эпохи и обстоятельств пусть их пример вдохновляет нас к соблюдению благочестия и любви в нашей повседневной жизни в народном календаре 6 февраля известен был как аксиньян день ксения а ксения аксинья полузимница аксинья полухлебница или просто полузимница в народной традиции день аксинья полузимницы считается своеобразным переломом зимы это день который переходится на период же 6 февраля имеет особенное значение для людей кто занимается сельским хозяйством и и его связывают с важным моментом а в росте озимых зерновых культур согласно традиции озимое зерно посеянное осенью пролеживает земле половину времени до восхода и день аксинья полузимницы считается временем когда зимние культуры переход из состояния покоя в активную фазу роста этот момент определяет дальнейший ход сельского хозяйства и возделывание земли согласно народным поверьям а дня аксиньи и до нового сбора хлебов требуется столько хлеба сколько уже было съедено за этот период именно из-за этой предполагаемой потребности в хлебе аксинью прозвали в народе полухлебницы это название стало символом ее связи с сельским трудом и хлебопашеством 6 февраля день ксении полузимницы становится временем особенной духовной обрядности и совершения добрых поступков этот день во многих культурах считается периодом когда нужно проявить заботу о близких помочь тем кто нуждается и обратиться к святой с молитвами о помощи в повседневных делах в этот праздничный день многие люди выбирают навестить старших родственников внимание к старшему поколению забота о тех кто может нуждаться в особой поддержке становится важной частью праздничных традиций этого дня время проведенное с близкими наполняется теплотой и вниманием ксения полузимница также призывает к совершению добрых поступков в отношении больных и немощных людей это может быть посещение больниц помощь нуждающимся или просто подарок своего времени и внимания в этот день проявление сострадания и заботы о тех кто борется с болезнями становится особенно ценным традиционно в этот день люди также стремились дать какие-то добрые советы и поддержку тем кто может быть находиться в затруднительной ситуации поделиться мудростью помочь другим преодолеть трудности это еще один способ подчеркнуть дух праздника ксении полузимницы но а для тех кто занимается предпринимательством или торговлей этот день становится временем обращения к святой ксении молитвы о помощи в делах благословение предприятий и просьбы о успехе в торговле наполняют этот день особым духом а ксении он день отмечаемый 6 февраля в народе с давних времен назывался весна указателем этот день был особым периодом в течение которого народные традиции позволяли сказать какой же будет весна основываясь на погодных знаках и признаков один из популярных способов предсказания весны был взгляд на небо в ночь с 5 на 6 февраля согласно народным верованиям количество звезд на небесном своде в эту ночь могло указать на характер предстоящей весны если если звезд было много то это говорило о том что будет теплая и благоприятная весна в противном случае малое количество звезд это предвестник холодной и ненастной весны в течение дня аксинью полузимницу также обращали внимание и на облака редкие облака плывущие высоко в небе считалось благоприятным признаком потепления ну а в случае бурь и метель предсказывали продолжительное затягивание весны и даже неурожайное лето те кто родились 6 февраля обладает у них рядом уникальных черт определяющих их взгляд на мир и потенциал для достижения успеха в различных сферах жизни люди рожденные 6 февраля обычно проявляют выраженную тягу к знаниям их любознательный ум и стремление к самосовершенствованию становится источником мотивации для исследования новых идей и концепций эта особенность позволяет им успешно усваивать информацию и обогащать свой интеллект родившиеся 6 февраля обладают развитой фантазией и изобретательностью это позволяет им видеть мир в уникальных ракурсах и находить нестандартные решения задач такие люди часто проявляют творческий потенциал что делает их привлекательными для профессий связанных с искусством наукой или инновациям а вот согласно народным при поверьем ночь с 5 на 6 февраля обладает особыми свойствами связанными со сновидениями и рассказывать было дело неразумное также сны увиденные в эту ночь могут оказать влияние и на судьбу человека традиционно считается что плохие сновидения приснившиеся в ночь с 5 на 6 февраля могут сбыться в реальной жизни привнести в нее трудности и несчастья именно поэтому народные предания строго рекомендуют не рассказывать свои сновидения другим такой подход вероятно связан желанием избежать негативных последствий которые могут быть связаны с пророческим характером снов с другой стороны хорошие сновидения увиденные в эту ночь с 5 на 6 февраля считаются тайными и несбыточными если вы о них расскажете и вы знаете согласно поверим рассказывание хорошего сна может унести его магию и он не сбудется такой подход к сновидениям связан с желанием сохранить драгоценность и непредсказуемость положительных моментов жизни теперь давайте поговорим о том что же нужно было сделать в этот день 6 февраля по народным ксениям день который приходится на обычаям февраля для людей является особенным днем которые они начинают с посещения церкви в этот день православные храмы наполняются людьми где проводятся рапраз не праздничные молебны посвященные святым ксениям ксении милаской и ксении петербургский эти святые считаются заступницами и помощницами для тех кто искренне обращается к ним верующие обращаются к святым ксениям за советом и воспитание детей и помощью в исцелении от тяжелых болезней святые считаются благосклонными и готовыми оказать помощь тем кто обратиться к ним с чистым и с открытым сердцем в древности во ксении он день наши предки придавали особое значение труду считалось что чем больше полезных вещей удастся сделать в этот день тем лучше будут отношения в семье и благополучие финансах однако стоит отметить что трудился в это время обычно люди молодые и среднего возраста так как пожилым в этот день запрещалось трудиться и трудиться кроме того важной частью традиции в аксении день было заботливое отношение к пожилым людям считалось что святые ксении оберегают старшее поколение поэтому им трудиться в этот день не рекомендовалось кроме того аксении день считался временем для семейного объединения семьи собирались за столом обсуждали планы вопросы а также просили прощение друг у друга эта традиция позволяла начать следующий день с чистого листа и укреплять взаимоотношения внутри семьи поэтому аксению день представляет собой уникальное время для духовной практики для семейного общения и заботы друг о друге он напоминает о важности молитвы труда и уважения к старшему поколению завершая этот особенный день наши предки надеялись на благословение и поддержку святых сений в своих стремлениях и в своих трудах что же нельзя было делать 6 февраля по народным приметам традициям и обрядам аксению день отмечаемый 6 февраля несет в себе свои особенности и запреты которые согласно народным приметам важно соблюдать для обеспечения благополучия и избежания бед традиционно в этот день считается что аксиний день не терпит жадных и скупых людей наши предки наши предки советовали проявлять сегодня милосердие и не проходить мимо тех кто действительно нуждается в помощи не только бедные но и сироты дети пожилые люди ожидали добрых поступков в этот особенный день традиционный запрет на аксению полузимницу включал себя избегание негативных действий и слов в этот день запрещено было унижать и оскорблять других людей особенно те кто слабее и моложе предания гласят что тот кто пренебрегает этими правилами рискует столкнуться с жизненными неурядицами старину верили что в аксиний день важно избегать сквернословия споров и ссор с близкими людьми по представлениям тех времен нечистая сила начинает преследовать тех кто проявляет агрессию и негодование в отношениях к окружающим людям поэтому семейное благополучие мир в душе человека считались главными ценностями в то время согласно верованиям тот кто соблюдает святые правила в аксиний день обречен на благополучие и защиту от нищеты также сегодня соблюдайте добы делайте добрые поступки а старайтесь относиться по-доброму ближнему и соблюдайте нравственные нормы кроме того в этот день нельзя было бездельничать наши предки считали что бездельничество в аксиний день может привести к нищете таким образом активная и целенаправленное использование времени считалось важным чтобы привлечь изобилие достаток и благополучие в свою жизнь кроме того плохие слова сказанные о родственниках в этот день 6 февраля могут вызвать проблемы со здоровьем семьи поэтому важно было проявлять бережность и уважение в разговорах избегая негативных комментариях о близких людях кроме того запрещалась и стрижка ногтей и волос согласно народным приметам это могло укоротить жизни эти действия в этот период могут отразиться на продолжительности жизни человека поэтому в этот день рекомендуется воздержаться от стрижки и поддерживать здоровый образ жизни кроме того в этот день нельзя было перестилать постель и или подметать рядом с кроватью потому что это говорил о том что вы привлекаете болезни и вот именно эти действия могли привести к нежелательным последствиям для здоровья поэтому не рекомендуем этого делать кроме того сны приснившиеся в эту ночь на 6 февраля несут свои опасности по поверьям плохие сны рассказаны в этот день могли сбыться принося недопонимания недопонимания и нежелательные события в жизнь того кто поделился своими ночными видениями соблюдение молчания по отношению к сна в этот день считается защитой от потенциальных негативных последствий кроме того завязывание узлов также воспринимается с особым вниманием эта практика может привести к потере близкого человека дело в том что завязывание узла метафорически символизировал завершение или разрыв важного участка жизни поэтому этот акс считался предвестником несчастья и конечно же чтобы избежать подобных трагедий рекомендовалось воздерживаться от завязывания узлов в этот день также в этот день запрещено было заниматься рукоделием шитьем вязанием вышиванием и придением иначе это привезет к болезням также в этот день не готовили пельмени и дело в том что таким образом можно вызвать проблемы со здоровьем кроме того в этот день не подавали к столу кваса и браги это считалось что это может отразиться на достатке семьи вот такой друзья у нас с вами день 6 февраля по народным приметам и традициям прямо сейчас ставьте лайв комментарии напишите я привлекаю изобилие достаток и благополучия в свою жизнь взял ты спрашивал как нас можно отблагодарить нам поддержать помочь на вашему каналу вы благодарны сможете выразить по ссылке которого указано в описании к этому видео любая сумма нам будет очень приятно но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие друзья рекомендованные видео для вас нажимаете на то видео для вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ